Союз Нерушимый Республик Свободных Союз Нерушимый Республик Свободных Союз Нерушимый Республик Свободных Союз Нерушимый Республик Свободных Власти Михаила Саакашвили Финансовая поддержка США Борьба с коррупцией Объявление экономических свобод Год 2008 Утрата контроля над Абхазией и Южной Осетией Признание России их независимого статуса 2010-2012 Волны эмиграции Численность населения сократилась на 700 тысяч человек 2014-2016 годы Число иностранных туристов в Грузии Стало сопоставимой с численностью населения Более трех миллионов человек Союз Нерушимый Республик Свободных Именно здесь 26 мая нынешнего года Грузия справляла одно из первых на постсоветском пространстве 25-летие своей независимости Очень приятно, скажу честно Знаете, знаю грузинскую Вот грузинские традиции Видеть министра А каково вам? Министра женщины? Да, женщину, конечно Такую симпатичную Настоящую грузинку А я думаю, что это абсолютно нормально Если у меня грузинская страна То это не имеет уже значения Женщина, мужчина Мы все политиками Будем министрами Не депутатами Это, по-моему, все очень важно В последнее время, слава богу Складываются нормальные отношения между Грузией и Беларусью Как вам видятся перспективы? Нет, я думаю, что эти отношения всегда должны быть нормальны Они всегда должны быть стружественны У нас нет другой альтернативы в сегодняшнем мире Мы все должны работать для того, чтобы было больше кооперации Было больше дружбы От этого все наши и ваши и наши народы только хорошего примут Так что я думаю, что нету нам нечего А не о чем спорить С праздником тебя! С праздником! Как тебя зовут? Стефан Ой, ты молодец! Как можно в Грузии без футбола? Давай, пас! Давай, пошли! Такие красавицы! Все грузинки! Проспект Руставели Это по праву самое излюбленное место всех жителей Грузии Всех гостей, кто приезжает в грузинскую столицу Именно здесь в различные периоды истории разворачивались самые судьбоносные события Еще 9 апреля 89-го года здесь пролилась первая кровь Мы с вами братья, почему вы разберете? Тацминда Здесь нашел свой вечный покой первый президент Грузии Вся новейшая история этой страны началась как раз таки с именем Гамсахордия Увы, как и его последние годы жизни, так и первые годы новейшей истории Грузии были весьма трагичными Симболурия Сакакатулос Дамуухи Теблобис Ахтгенис Гамоцхадеба Цхра Априлс Винайдян Андрес Гадачкеда Сакакатулос Беди Цхра Априлис Цамебулта Сулеби Дакцкериян Чвен Дакхаробен Зеци Урнателши Грамету Ахсрулда Неба Мати Ахсрулда Неба Каквел Иериса Гаумарджос Дамуухи Тебл Сакакатулос Я считаю, что Грузии очень не повезло с президентами И, наверное, еще будет долго не вести Потому что, к сожалению, народ никогда не может понять разницу между словами, которые говорят претенденты на пост президента И реальностью, которую он потом совершит Да, эти 25 лет были непростыми Экономический хаос, политический кризис Гражданские войны Революции Поток беженцев Много крови и слез Потеря территориальной целостности Но мы не будем углубляться в подробности Так как на эту тему уже очень много сказано Невзирая на множество проблем Грузия, как и все республики бывшего союза Продолжает идти вперед Возрождает традиции И занимает достойное место на политической карте мира Сегодня Грузия отмечает 25-летие своей независимости И мы видим, что на проспекте Руставели очень многолюдно Здесь идет народное гуляние, народное шествие Насколько дыхание праздника ощущается по сегодняшнему Пелесе? Вы видите, весь народ на улице Это для нас огромный праздник Я еще раз хочу поздравлять весь Грузию, все грузины Потому что для нас это было очень тяжело Дойти до такого уровня, что Грузия стала независимой страной Сегодня мы все рады, что Грузия независимая, демократическая, свободная страна Это достояние всего народа и наших друзей вместе Потому что мы празднуем уже 25-летие Со дня восстановления независимости У нас были успехи, были неудачи Но думаю, что в основном Грузия идет в правильное направление С нашими друзьями, с нашими партнерами Вот какое вы отношение с Беларусью Какую роль отводите этому? Я знаю, что наладились в последнее время очень хорошие Огромная честь, что мы видим наших белорусских друзей Здесь у нас прекрасные братские отношения Паттона Давид, здравствуйте С праздником из Беларуси приехали С каким настроением? Пока что встречался с Восстантовым председателем парламента Беларуси Так, ну и как? Дружить будем? Сотрудничать будем? С праздником вас Мы опять из Минска приехали Видите, у нас всегда сочетание Что для каждого грузина день независимости, 26 мая? Ну, это самое главное Мы боролись всю жизнь за это И вот получили сегодня И с Беларусью продолжаем дружить, правильно? Обязательно Вы что? Беларусь Это наш друг Спасибо, что вы здесь С праздником Спасибо, что вы здесь Среди гуляющих людей мы встретили Георгия Маргавилашвили Вот так запросто, находясь в гуще событий Президент поздравляет соотечественников Из Беларуси приехали из Минска Поздравить вас Очень приятно Вот они, Аксакалы Это есть не только настоящая Грузия Но уверенный будущее Потому что этим людям Есть что вспомнить Эти люди, которые безумно любят Свою родину, свою Грузию И беларусь все очень любят Очень любят Без дружбы ничего не будет Ничего не будет Как вас зовут? Тенгиз Есть Думбадзе, беларусь Да Так это приятно Что вы говорите? Да, миски родницы Не забиваем человека Может кто-нибудь будет забивать Но тенгиз Думбадзе Так он видит И из Беларуси Это уже ваш Я вас встречаю Спасибо Если вы посетите столицу Грузии И вам удастся Вот подобно нам Прокатиться по Куре Вы окунетесь Словно в историю Древнейшую историю Этого уникального И красивейшего города Городоначальник Города Тхелеси Любезно согласился Вместе с нами Провести несколько часов И ознакомить С сегодняшним Городостроительством В столице Грузии Давид Нормания Экс-министр регионального Регионального развития Соглашения о побратимских связях Между Минском и Тбилиси Минск и наш город Тбилиси Побратимы Недавно посетил Минск И хочу, чтобы наши взаимоотношения Углублялись и стали более дружественными Нас тесные связи с коллегами Мы подписали соглашения Недавно отправили грузинский ансамбль Провести культурные мероприятия Мы работаем над вопросами инвестиций Идет обмен информацией Между бизнесменами Проводимые в городе Реставрационные работы Улучшают инфраструктуру Но самое главное Чего бы нам хотелось Чтобы к нам приезжало больше туристов И из города Побратима Минска В том числе Мы ждем туристов из Беларуси Мы грузины тоже ездим к вам Вы приезжаете к нам Но хотелось бы Чтобы эти поездки были более частыми Чтобы мы сблизились Подружились И я уверен Что осуществляемые нами проекты По модернизации города Будут способствовать Привлечению туристов Хочу передать моему коллеге Мэру Минска Большой привет Также хочется передать привет И всем своим соотечественникам Ну и приглашаем всех У нас великолепное вино Вкусная грузинская кухня Красивые городские виды Инфраструктурные проекты Особенно оживили строительные отрасли Наиболее высокие темпы роста Обеспечило строительство Нефтегазопроводов В 1996-2005 годах 600 процентов Вообще строительная сфера Это шестая часть Волового продукта Грузии Центр Тбилиси превратился В большую стройку По генеральному плану Уже через год Эта историческая часть Грузинской столицы Изменится до неузнаваемости Будут восстановлены стены Фасады зданий Балконы Здесь, что ни дом Ценное культурное наследие Поэтому мэр Так пристально следит За этим объектом Как говорит мэр Каждые выходные Он проводит на этом объекте И все лично Под его контролем проходит Потому что Это дело чести Превратить проспект Давида Строителя Буквально через год В одно из самых Достопримечательных мест Грузинской столицы Я как смотрю В основном Рабочие Все местные Все местные То есть нету Чтобы допустим Из Турции Или из других стран Нет Местные компании Две компании Ага И таким образом Еще задействовано Я так понял Люди получают работу А сколько всего? Восемьсот человек Подходим к дому Где жил известный Общественный деятель Ирасти Чевченидзе Один из представителей Гильдии тифлийских купцов На рубеже 19-20 веков Сегодня в одной из квартир Этого дома Построенного в 1903 году Живет его внучка Но перед тем Как встретиться с ней Мы пообщались С молодыми реставраторами Настоящими мастерами Своего дела Сколько вам лет? 23 23 Ну на два года Моложе независимой Грузии Да? А вам? 26 Он на один год Старше независимой Грузии Вот пожалуйста Это молодежь Которая в ногу идет В ногу идет С новейшей историей Грузии Приятно когда Вот видите Градоначальник Ходит Интересуется Для того Чтобы облик столицы Выглядел достойно Приятно И очень большая В грузинском списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Значатся Исторические памятники Мцхеты Храм Баграта И Геладский монастырь Потрясающее По уникальности Верхняя Сванетия Еще 16 объектов В числе кандидатов Здравствуйте Здравствуйте Что такой подарок Получите Не ожидала 15 лет Я писала Умоляла Пожалуйста Это такой уникальный дом Ничего они не понимали Ничего Знаете как говорили мне Да да Обязательно Завтра придем Послезавтра придем Проходили года 15 лет прошло 15 Я все писала Писала Безконцентра И когда лед тронулся И в один прекрасный день В один прекрасный день Летом это было Вот появилась сказка Для меня был Батонин Давид Нормальный И он когда выделил Этот дом Он мне сказал Вы этот ремонт получите И правда Асей Нам было Асей Вот так было На новоселье позовем? Я его знаете Очень было Я из Низка приеду Как вас зовут? Как вас зовут? Тенгиз Белорусский грузин Белорусский грузин Знаете что? Я вам одну вещь еще добавлю Когда я была очень молода И ничего себе внешне У меня был один возлюбленный Из Белоруссии Опа Транспорт и машиностроение Сельское хозяйство И научные исследования Новые технологии в нефтехимии Деревообработке Легкой промышленности Это и многое другое Было представлено на крупнейшей За последние пять лет Белорусской выставки В Тбилиси Неподдельный интерес Вызвали туристические возможности Белоруссии А то, как посетители Принимали наши потребительские товары Уже гарантирует им Повышенный спрос В Тбилиси не помню Такую масштабную выставку Я, по крайней мере, не помню Чтобы 150 компаний приехали И вот наполнили Несколько павильонов Наши выставки Это очень отрадно Удивили Белоруссии Удивили Белоруссии У вас в своем праве Да, действительно удивили В 2015 году товарооборот между Грузией и Белоруссией составил 45 миллионов долларов При этом баланс экспорта и импорта 50 на 50 Однако обе страны ориентируются на более высокую торгово-экономическую планку Общая цель – нарастить взаимную торговлю в пять раз Важным шагом к сближению стало открытие в августе 2016 года Белорусского посольства в Тбилиси Сегодня уже заложена основа качественно другим отношениям Отношениям другим в торгово-экономическом смысле и промышленным предприятиям, которые мы вместе будем уже строить И я думаю, что это очень интересное новое направление наших экономических отношений Я этому очень рад Белорусская хлеб-соль на грузинской земле Да, не передать словами ту атмосферу, которая царит здесь в Тбилиси Данная выставка еще раз демонстрирует, что между нашими народами, между нашими странами Установлены очень добрые и тесные отношения И далеко не случайно здесь на выставке из уст белорусов очень часто можно услышать следующие слова Саркопелус гамарчус! Здесь проживают люди очень творческие Люди, которые умеют заниматься новаторством И это касается любой сферы И то, что сегодня в современной Грузии проходят вот такие выставки Это есть еще одно свидетельство тому, что страна начинает свое развитие Здесь не останавливается Мы очень рады, что в Грузии, в Тбилиси проходит международный симпозиум Который рассматривает вопросы сути современной скульптуры Мы часто слышим, что когда пушки гремят, музы молчат Пушки гремят в современном мире, к несчастью Но музы не молчат И искусство всегда должно, и литература, и искусство во всех своих правлениях Всегда, да, говорит свое веское слово Ваши работы уникальны Скажите, можно ли в каждой из них заметить то, что присуще каждому грузину? Ну, это, в первую очередь, это любое искусство Понимаете? Это само собой, это я грузин И мои чувства переходят в моих работах Красота есть в разных местах и в разных появлениях А в моих экспериментах я это все собираю И допускаю всякие моменты Вот преемственность поколений, оно прослеживается? Конечно, конечно Видишь, современный человек, сегодняшний, вчерашний Не вчерашний, а... Из прошлого, да? Да, и вдруг ты чувствуешь, что вот это продолжение Без истории нет сегодняшнего дня Издревна всегда говорили, что нет такого грузина, который не мечтал быть артистом Но уверен, что со мной согласятся миллионы Что каждый второй, если не каждый первый грузин Завидовал бы одному великому Я не побоюсь этого слова Великому артисту Замечательному человеку Которого любят не только в Грузии Но и далеко за ее пределами Это Кахи Кавсад Что вы говорите? Это наш великий... Это вы должны были раньше мне это сказать Чтобы, так сказать, понять, что и кто я такой, понимаете, да? Когда вы такое говорите? Это уже редкость грузинская, да? Вот в менталитете вот такая скромность Но она присуща великим людям Да, вы хотите сказать, что я скромный, да? Будь скромный Я иногда скромный, иногда не скромный Весь мир поражался от грузинского кинематографа Да Особенно это короткометраж Ну, просто, по-моему... Ну, нет других примеров, аналогов Чтобы кто-то соревнов... Да Вот я на вас смотрю, да? Испоминай свое детство Ваших друзей Это знаменитая ваша трюк Капсадзе, Дерекашвили И Сулаз Оттуда Здесь Полтора часа О-о-о-о На спор Понятно Они спорили А нес я Эту железку бегом обратно Что? Я через полчаса буду у моста Имейте это в виду А что происходит? Почему сегодня нет кино такого грузинского? Ну, это все написал в свое время Резо Габриадзе Почему это неправда? Резо не пишет, наверное Напишет он Наверное, будем ставить Снимать будем Не ошибусь, если скажу, что Грузия Это одна из древнейших Не только цивилизаций Но это то место Где всегда по достоинству Относились к своим традициям Культуре И особенно к истории Вот наблюдаем за столицей Вот она Древняя столица Еще Тифлис Твилиси Сколько храмов Которые свидетельствуют о том Что здесь проживает Интернациональный народ И, что немаловажно Очень религиозный Даже в советские времена Здесь сделали все для того Чтобы сохранить все свои храмы А их очень много Питый грузин Значит, мы питаем православие Белорусский человек Для нас Как собственный брат Белоруссия Как часть Грузии Для нас Довольно очень долго Места жили Религия Одни тоже Даже и внешность Мы очень различны И если кто-нибудь Ближе к Грузии Это славян Если кто-нибудь Вообще в мире У нас Лежит особенно Русский, Гранц И белорусский Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Это та земля Которая испокон веков Славилась тем Что здесь Было развито виноделие Виноград Для всех жителей Этого региона Грузии Это смысл жизни Был период Когда Я помню Еще лет 10 назад Мы проезжали сюда И виноградники Были в очень запущенном состоянии Очень приятно и радует, что сегодня, видим, картина резко изменилась. И здесь, в Кахетии, вновь возродилась эта культура. Виноград, вино и хлеб – это не грузина. Швятое. И нашу Белоруссию тоже здесь, помните, знаете? Помогали вам? Да, и хозяйственные тракторы, и в Белоруссии. Государства вам, да? Во всех хозяйствах были, да, розданы этим наши белорусские трактора, да? Ну и как они себя здесь в ваших условиях проявили? Нормально. Нормально, да? Это нам приятно слушать. Ну, а я вам скажу по секрету, а зато ваша продукция тоже очень пользуется большим спросом у нас в Белоруссии. Грузия – родина культурного виноградарства. Собственные технологии производства вина – Кахетинская, Эмеретинская и Рачу-Личхунская – позволяют поставлять продукцию в 40 стран мира. Когда ты попадаешь в сельскую местность, здесь так принято, что люди знакомы, незнакомы, обязательно надо здороваться. Мы это делаем по-грузински. Гамар джобат! Ну и как думаете, урожай хороший будет в этом году? Конечно, говорит. Работа есть, появилась же работа. Не знаю, русский. Сейчас вот на вас вся Беларусь смотрит. Ай-яй-яй-яй. Представляете, а? Скажите по секрету, а вы сами вино любите, вот, Кахетинская? Ну, вино. Да. Честно, честно. Чуть-чуть. Красное. А? И большой дико. Большой дико даже? Да, да. С большого стакана? Да. О, так я прямо на женскую тамаду, да, вышел? Как вас зовут? Да. Рак, Кветка? Ричали. Ричали. Разве мог я себе представить лет так 15-20 назад, что вот на таком электромобиле могу прокатиться по Кахетии. А ведь были времена, когда здесь было очень неспокойно, очень нестабильно. Люди жили без света, люди жили без работы. Вообще вечером выходить было опасно. И вот, пожалуйста, новейшая история Грузии. Как говорится, время лечит все. И мы видим, что сегодня такое уже реально. Я смотрю, зато много отдыхающих грузин, да? Ну, в Красной Цены их много очень. То есть, значит, материально позволяет грузинам сегодня вот приехать на выходные с семьей отдохнуть. В Красной Цены на самом деле. Туризм – один из самых прибыльных секторов экономики Грузии. В то же время у страны в этом отношении есть существенный потенциал. Почти полмиллиона гектаров земли – охраняемая территория, куда входят 14 заповедников, 9 национальных парков, 14 природных памятников и 2 защищенных ландшафта. Как ты, Джоэль? Гуд. Гуд? Откуда ты, Джоэль? Я из Австрии. Из Австрии? Да, половина Австрии, половина армян. Половина армян. Ну, иди, мой надеюсь. Ну, как отдыхаешь здесь? Хорошо. Хорошо? Второй раз? Нравится? Да. А? А, ха-эс? Ха-эс? Ну, по армянскому не так. Вот, только в Кахетии такое возможно. Мы встретили австрийца армянских кровей, который разговаривает на чистом русском с грузинским акцентом, но по-армянски не говорит. Слушай, армяне не обидятся? Нет. Вот она, жемчужина Кахетии. Даже и тут грузины умудрились. Вот, на территории гольф-клуба, ну, как без виноградников? Это гордость, это радость, это счастье. Потому что виноград для грузин – это не просто ягода, это смысл жизни, это есть общение с землей, общение с небом, общение с душой, общение с Богом. Это то, что помогает грузинам всегда наслаждаться этой жизнью и всегда в любом общении все выражать искренне, как в тостах. А вот давайте что-то покажем. Сейчас мы находимся в Кахетии, находились в Кахетии, в Кахетии традиционный виноделл, очень прекрасный вообще. Здесь веранда называется вообще. Самый прекрасный виноделл здесь делается. И давай попробуем. Мы работаем. Ничего, 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 еще лучше будет это работать. И покажи обидче грузинский сайт. А сколько лет этому вину, а? Сколько лет? Три года? Сейчас вся Беларусь мне завидует, представляете? Да, обязательно. Потому что приведите сюда, пожалуйста, приведите сюда. Пожалуйста, первый тост всегда грузинники, мы всегда пьем за Бога, потом пьем за Родину, за все. Давайте, сейчас вы гости здесь, давайте, это будет ваш тост. Дай Бог здоровья, дай Бог счастья. Много детей, мы, любовь, и обязательно любовь. Не только с нашей, между Беларусь, Грузинами, и целиком мы. Чтобы целый мир должен любить так, как любят Беларусь и Грузин. Обязательно, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok За этот дом, за ваш дом, за беларуского дома, за вы проживаете, пожалуйста, за целиком беларуским народом, за ваши дома, дорогие беларусы, за ваш дом, батька. Мы вас любим! Кто бы мог представить, что наши отечественные трактора Беларусь будут работать вот в таких условиях. Это высокогорная Аджария. Мы находимся почти около тысячи метров над уровнем моря. И вы видите, как блестяще работают наши трактора. Скажи, как наши трактора работают? Мы очень довольны. Довольны с тем, что эти тракторы очень хорошо работают в наших полях, в этих склонах. Так и будем продолжать поставлять, закупать эти тракторы. Мы довольны, очень довольны. Около 16% в территории Грузии пригодны для сельского хозяйства. Большая часть сельхозпродукции производится на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах. Продуктивность сельского хозяйства Грузии невысока. Концентрируя более 50% занятого населения, оно обеспечивает около 12% ВВП. Тракторист здесь человек весьма уважаемый и востребованный. Поэтому гордый Бичико даже не обращает внимания на нашего оператора и продолжает работать под песню «Белорусских севров». Ну что ты скажешь. Молодец, джигит. В Аджарии мы побывали на Ахиловичаурском хлебокомбинате. Это чуть ли не единственное предприятие, которое удалось сохранить после развала Советского Союза. И все потому, что вот уже 42 года руководителем здесь работает очень колоритный, весьма уважаемый во всей Грузии человек. Это Яков Шарвашица. Это на самом деле ваше детище, да, это предприятие? Да, да. 42 года. И марку же держите всегда хиловичаурского хлеба по всей Грузии? Да, да, да. Легко ли это удается вам? Ну, это легко, не совсем легко. Надо любить свое дело, соблюдать технологию, в каждой стадии хлебопечения и так далее. Мало кому известно, как нелегко владельцу небольшой пекарни держать марку и сохранять рабочие места. Но все знают, что в это непростое для страны время дядя Яша раздает нуждающимся хлеб. Каждый месяц абсолютно безвозмездно скромный труженик кормит почти 2000 человек. Нам было приятно узнать о том, что здесь с большой надеждой смотрят на сотрудничество с нашими хлебокомбинатами белорусскими. И знаете почему? Потому что в Грузии хлеб в основном выпекается белый, а проблема с черным, который, кстати, в народе очень популярный. Конечно же, по нашим белорусским меркам это предприятие не очень-то большое. Но поверьте, оно имеет стратегическое значение для этого региона. Здесь берут не количеством, а качеством. Хилвачаурский белый хлеб – это бренд Грузии. Кроме прочего, на комбинате также работает кондитерский цех. Ну вот гордость испытываете, что вроде небольшой у вас комбинат, во-первых, славится своим хлебом хилвачаурским на всю Грузию, кондитерскими изделиями? Не только гордость, удовольствие получает. Получаете? Делаем такую продукцию. Что бы вы белорусам передали подсюда из солнечной аджарии? Ну, белорусам передаем привет. Чтобы приехали у нас, отдыхали на море, наши сладости, чтобы пробовали часто. А дай бог, я хочу сказать… И в гости. А я хочу, чтобы жизнь в Грузии так наладилась, чтобы она была такая же сладкая, как ваше изделие. Дай бог. Дядя Яша, как принято здесь называть этого уважаемого человека, пригласил нас в гости к себе на дачу, где вместе с тремя сыновьями они все сделали в своей веркать. Какая щедрая земля Грузии. Такая щедрая земля Грузии. Жить, наслаждаться – это земля ваших предков. Грузии это отличает, что всегда их тянуло к земле, всегда их тянуло туда, откуда берет свое начало, да, фамилия, династия. А вы в роду, значит, первые были, кто занялся хлебом? Да. Первые. Но зато у вас династия пошла, дети пошли по вашим стопам, да? Да, дети. Я сейчас представляю, сколько вот белорусов смотрят, да, эту всю красоту. И мысленно они уже, наверное, тоже хотят быть здесь. Да, приглашаем всех. Как щедрый настоящий грузин, да? Да. В гостях мы чувствовали себя как дома. Вместе с хозяевами жарили речную форель и, конечно же, шашлык. Наслаждались общением, гостеприимством и дружелюбием грузин. Нелегкими были эти 25 лет. Но, слава богу, Грузия, как и все республики бывшего Союза, уверенно идет по жизни. Здесь почитают традиции, уважают память предков, свою историю и очень высоко ценят настоящих друзей. Так, в чем секрет вот этого грузинского менталитета, скажите, пожалуйста? Традиция, это так просто не бывает, понимаете? Это все идет от века, понимаете? Традиция, по традиции. Один мне сказал такую вещь. Что это такое грузинское застолье, говорит? Что это? Только хорошее говорите друг другу. Да, я сказал, это место, где должны люди говорить друг другу только хорошее. Если хозяйство хочет сказать плохое, я ему сказал, который мне сказал, выходи в подъезд или на улицу и скажи. Топ-топ-топ-топ-топ-топ, как хочешь. А вот это место, надо говорить только хорошее. Какие только выдающиеся люди здесь не были у вас в гостях. Разных национальностей, из разных стран. И, наверное, вы всегда традиционно любили говорить тос. Правда, мы говорим, еще раз напоминаю, чистый виноградный сок у нас здесь. Но тос за мир и за дружбу между Грузией и Белоруссией. Вы согласны? Согласны. Давай, за Белоруссией. За Белоруссией. Виноградная косточка, теплую землю зарою. И лозу поцелую, и спелые грозы сорву. И друзей созову, на любовь свою, сердце настрой. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Согласны. за Белоруссия. Согласны. Доруссией. Продолжение следует...